Глава 27 Этот муравей Та. Тин. Это аяты Корана и Ясного Писания. Верное руководство и благая весть для верующих. Которые совершают намаз, выплачивают закят и убеждены в последней жизни. Воистину, тем, которые не веруют в последнюю жизнь, мы представили их деяния прекрасными, и они блуждают в растерянности. Они те, к которым уготованы злые мучения, а в последней жизни они понесут наибольший убыток. Воистину, ты получаешь Коран от мудрого, знающего. Вот Муса, Моисей, сказал своей семье, воистину, я вижу огонь. Я принесу вам оттуда известие или горящую головню, чтобы вы могли согреться. Когда он подошел туда, раздался глаз, благословен тот, кто в огне, и тот, кто вокруг него. Причист Аллах, Господь миров. Амуса, Моисей, воистину, я, Аллах, могущественный, мудрый. Брось свой посох. Когда он увидел, как тот извивается, словно змея, то бросился бежать назад и не вернулся, или не обернулся. Аллах сказал, Амуса, Моисей. Не бойся, ибо посланникам нечего бояться, когда они находятся предо мною. А если кто совершил несправедливость, а затем замени зло добром, то ведь я прощающий, милосердный. Сунь свою руку за пазуху, и она выйдет белой, цвета молока, светящийся, без следов болезни. Вот некоторые из девяти знамений для фараона и его народа. Воистину, они являются людьми нечестивыми. Когда наши знамения были наглядно показаны им, они сказали, это очевидное колдовство. Они отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе они были убеждены в их правдивости. Посмотри же, каким был конец распространявших нечестие. Мы даровали знания Давуду, Давиду, и Сулейману, Соломону, и они сказали, хвала Аллаху, который предпочел нас многим из своих верующих рабов. Сулейман, Соломон, наследовал Давуду, Давиду, и сказал, о люди. Мы обучены языку птиц, и нам даровано от всего сущего. Это и есть явное превосходство, или явная милость. И собраны были к Сулейману, Соломону, его воины из числа джинов, людей и птиц. Они были разделены на боевые порядки. Когда они прибыли в долину муравьев, муравьиха сказала, о мурави. Войдите в свои жилища, чтобы Сулейман, Соломон, и его воины не погубили вас, даже не почувствовав этого. Он улыбнулся, рассмеявшись от ее словарей. Он сказал, господи, внуши мне быть благодарным за твою милость, которую ты оказал мне и моим родителям, и совершать праведные деяния, которыми ты будешь доволен. Введи меня по своей милости в число своих праведных рабов. Осматривая птиц, он сказал, что со мной. Почему я не вижу удода? Или же он оказался в числе отсутствующих? Я подвергну его суровым мучениям или же зарежу его, если он не приведет ясного довода. Он оставался там недолго и сказал, я узнал о том, чего ты не знаешь. Я прибыл к тебе из Сабы, Савы, с достоверным известием. Я обнаружил там женщину, которая царствует над ними. Ей даровано все, и у нее есть великий трон. Я увидел, что она вместе со своим народом поклоняется солнцу вместо Аллаха. Дьявол представил им их деяния прекрасными и сбил их с пути, и они не следуют прямым путем. Это было сделано для того, чтобы они не поклонялись Аллаху, который выявляет все сокрытое на небесах и на земле и знает то, что вы скрываете, и то, что вы обнаруживаете. Нет иного божества, кроме Аллаха, Господа великого трона. Он сказал, посмотрим, сказал ли ты правду или же являешься одним из лжецов. Отправляйся с этим посланием от меня и брось его имени, затем встань, поадали, погляди, что они ответят. Она сказала, а знать. Мне было брошено благородное письмо. Оно, от Сулеймана, Соломона, и в нем сказано, во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Не превозноситесь предо мною и явитесь ко мне покорными. Она сказала, а знать. Посоветуйте, как мне поступить. Я никогда не принимала решений самостоятельно, пока вы находились рядом со мной. Они сказали, мы обладаем силой и великой мощью, но решение остается за тобой. Подумай, что ты прикажешь делать. Она сказала, когда цари вторгаются в селение, они разрушают его и превращают его самых славных жителей в самых униженных. Вот так они поступают. Я пошлю им дары и посмотрю, с чем вернутся послы. Когда они прибыли к Сулейману, Соломону, он сказал, неужели вы можете помочь мне богатством? То, что даровал мне Аллах, лучше того, что он даровал вам. Нет, это вы радуетесь преподнесенным вам дарам. Возвращайся к ним, а мы обязательно прибудем с войском, перед которым они не устоят, и изгоним их оттуда униженными и ничтожными. Он сказал, а знать. Кто из вас принесет мне ее трон до того, как они предстанут предо мною покорными? Силач из числа аджинов сказал, я принесу его тебе прежде, чем ты встанешь со своего места, до окончания собрания. Я достаточно силен и заслуживаю доверия для этого. А тот, который обладал знанием из Писания, сказал, я принесу его тебе в мгновение ока. Увидев установленный перед ним трон, он сказал, мой Господь оказал мне эту милость для того, чтобы испытать меня, буду ли я благодарен или же буду непризнателен. Кто благодарен, тот благодарен во благо себе. А если кто непризнателен, то ведь мой Господь, богатый, великодушный. Он сказал, переделайте ее трон так, чтобы она не узнала его, и мы посмотрим, следует она прямым путем или же является одной из тех, кто не следует прямым путем. Когда она прибыла, ей сказали, таков ли твой трон? Она сказала, будто это он и есть. Сулейман, Соломон, сказал, знание было даровано нам раньше, чем ей, и мы являемся мусульманами. Ей мешало то, чему она поклонялась вместо Аллаха, ведь она принадлежала к неверующему народу. Ей сказали, войди во дворец. Увидев его, она приняла его заводную пучину и обнажила свои голени. Он сказал, это отшлифованный дворец из хрусталя. Она сказала, господи, я была несправедлива к самой себе. Я покоряюсь вместе с Сулейманом, Соломоном, Аллаху, Господу миров. Мы послали к самудянам их брата Салиха, чтобы они поклонялись Аллаху, но они стали двумя припирающимися группами. Он сказал, о мой народ. Почему вы торопите зло прежде добра? Почему вы не просите у Аллаха прощения? Быть может, вы будете помилованы. Они сказали, мы видим дурное предзнаменование в тебе и тех, кто с тобой. Он сказал, ваше дурное предзнаменование, у Аллаха, но вы являетесь народом, который подвергают искушению. В городе было девять человек, которые распространяли на земле нечестие и ничего не улучшали. Они сказали, поклянитесь друг другу Аллахом, что ночью мы обязательно нападем на Салиха и его семью, а потом скажем его близкому родственнику, что мы не присутствовали при убийстве его семьи и что мы говорим правду. Они замыслили хитрость, и мы замыслили хитрость, но они не ощущали этого. Посмотри же, каким был конец их хитрости. Мы уничтожили их вместе со всем их народом. Вот их дома, разрушенные за то, что они поступали несправедливо. Воистину, в этом – знамение для людей знающих. А тех, которые уверовали и были богобоязнены, мы спасли. Вот Лут, Лот, сказал своему народу, неужели вы будете совершать мерзость, видя это? Неужели вы будете приходить с вожделением к мужчинам вместо женщин? А нет. Вы – невежественный народ. В ответ его народ смог лишь сказать – прогоните семью Лута, Лута, из вашего селения. Воистину, эти люди хотят очиститься. Мы спасли его вместе с его семьей, кроме его жены. Мы предопределили ей оказаться в числе оставшихся позади. Мы пролили на них дождь. Как же пагубен дождь тех, кого предостерегали. Скажи, хвала Аллаху, и мир его избранным рабам. Аллах лучше или те, кого вы приобщаете в сотоварища? Кто создал небеса и землю и не спаслал вам с неба воду? Посредством нее мы взрастили прекрасные сады. Вы не смогли бы взрастить деревья в них. Так есть ли Бог, кроме Аллаха? Нет, но они являются людьми, которые уклоняются от истины, или равняют с Аллахом вымышленных богов. Кто сделал землю жилищем, проложил по ее расщелинам реки, воздвиг на ней незыблемые горы и установил преграду между морями? Есть ли Бог, кроме Аллаха? Нет, но большинство их не знает этого. Кто отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает к нему, устраняет зло и делает вас наследниками земли? Есть ли Бог, кроме Аллаха? Мало же вы поминаете назидания. Кто ведет вас прямым путем во мраках суши и моря и посылает ветры с доброй вестью о своей милости? Есть ли Бог, кроме Аллаха? Аллах превыше тех, кого приобщают в сотоварищи. Кто создает творение изначально, а затем воссоздает его и обеспечивает вас пропитанием с неба и земли? Есть ли Бог, кроме Аллаха? Скажи, приведите ваше доказательство, если вы говорите правду. Скажи, никто из тех, кто на небесах и на земле, не ведает сокровенное, кроме Аллаха, а они даже не подозревают, когда их воскресят. Но они не постигли о последней жизни, или но их знание станет совершенным в последней жизни. Более того, они сомневаются в ней и даже слепы к ней. Не верующие говорят, неужели после того, как мы и наши отцы превратимся в прах, мы будем выведены из могил? Это было обещано нам и еще раньше, нашим отцам. Но это, всего лишь легенды древних народов. Скажи, постранствуйте по земле и посмотрите, каким был конец грешников. Не печалься о них и пусть не стесняет тебя то, что они замышляют. Они говорят, когда же сбудется это обещание, если вы говорите правду. Скажи, возможно, некоторые из того, что вы торопите, уже находятся позади вас. Воистину, твой Господь оказывает милость людям, но большинство их неблагодарны. Воистину, твой Господь знает то, что таят их сердца, и то, что они обнаруживают. На небе и на земле нет такого сокровенного, которого бы не было в Ясном Писании. Воистину, этот Коран рассказывает сынам Исраила, Израиля, большую часть того, о чем они расходятся во мнениях. Воистину, это, верное руководство и милость для верующих. Воистину, твой Господь рассудит между ними своим судом. Он, могущественный, знающий. Уповай же на Аллаха, ибо ты придерживаешься очевидной истины. Ты не заставишь слышать мертвецов и не заставишь глухих услышать твой призыв, когда они обращаются вспять. Ты не выведешь слепых из их заблуждения. Ты можешь заставить слышать только тех, которые веруют в наши знамения, будучи мусульманами. Когда же свершится над ними слово, мы выведем к ним из земли животное, которое скажет им, что люди не были убеждены в наших знамениях. В тот день мы соберем из каждого народа толпу тех, кто считал ложью наши знамения, и их будут подталкивать. Когда они придут, он скажет, неужели вы сочли ложью мои знамения, даже не постигнув их? Что же вы совершали? Слово свершится над ними за то, что они поступали несправедливо, и они будут безмолвствовать. Разве они не видели, что мы создали ночь для того, чтобы они отдыхали в течение нею, и день для освящения? Воистину, в этом – знамение для верующих людей. В тот день подуют в рог, и перепугаются те, кто на небесах и на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает выделить. Все предстанут перед ним смиренными. И ты увидишь, что горы, которые ты считал неподвижными, придут в движение, словно облака. Таково творение Аллаха, который выполнил все в совершенстве. Воистину, он ведает о том, что вы делаете. Те, которые предстанут с добрым деянием, получат нечто лучшее. В тот день они будут защищены от испуга. А те, которые предстанут с дурными деяниями, будут повергнуты в огонь ничком, разве вы не получаете воздаяние только за то, что совершали? Скажи, мне велено только поклоняться Господу этого города, Мекки, который он провозгласил заповедным. Ему принадлежит всякая вещь, мне же велено быть одним из мусульман. И читать Коран. Кто следует прямым путем, тот поступает во благо себе. А тому, кто впал в заблуждение, скажи, я всего лишь один из тех, кто предостерегает. Скажи, хвала Аллаху. Он покажет вам свои знамения, и вы узнаете их. Твой Господь не находится в неведении о том, что вы совершаете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok